Добрый вечер! Вести Кабардино-Балкария продолжают свою работу в студии Мадина Урусова и Азно Ратаев в начале выпуска коротко о главных темах. Добрый вечер! Праздничная маска вместо строгого костюма. Сотрудники Минмолодежи в образе сказочных героев поздравили воспитанников Заюковской школы-интерната. Регионы объективно находятся в разных экономических условиях и их взаимоотношения с центром, в том числе финансовые, должны строиться. С учетом этого, считает президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков и подчеркивает, что правовые основы единства Федерации при этом должны оставаться незыблемыми. Комментарий Конокова по итогам заседания Госсовета, которое провел президент России Дмитрий Медведев, приводит сегодня пресс-служба главы республики. В ближайшие месяцы в Госдуму предполагается внести пока пакет законопроектов, которые детализируют процесс перераспределения полномочий и бюджетных ресурсов от Федерального центра к регионам и муниципалитетам. Их обсуждению и было посвящено заседание. По мнению Арсена Конокова, очень важно, чтобы при реализации предложенных мер успехи регионов в бюджетной политике поощрялись. Чем больше субъект способен сам зарабатывать, тем больше самостоятельности в распоряжении бюджетными средствами ему можно предоставить, говорит глава Кабардино-Балкарии. Это будет, цитирую, стимулировать региональные власти искать собственные источники пополнения бюджета. По опыту Кабардино-Балкарии могу сказать, что при правильной бюджетной политике регион, еще недавно очень сильно зависевший от федеральных дотаций, способен увеличить долю собственного дохода бюджета до уровня выше 50%. К отнец цитаты. Напомним, уже подготовлены предложения о передаче на региональный уровень более 100 полномочий. При этом в пользу субъектов высвобождается около 1 триллиона рублей. Другим темам. 8 новых автомобилей получили сегодня 7 комплексных центров социального обслуживания населения. Транспорт приобретен по республиканской программе укрепления материально-технической базы учреждений Минсоцтруда. При вручении ключей от машин руководителям социальных центров присутствовала и наша съемочная группа. Слово специальному корреспонденту Вестей Кабардино-Балкария Сафару Гириеву. Республиканские власти и дальше будут укреплять материально-техническую базу социальных центров. Пообещал председатель правительства КБР Иван Гертер, вручая ключи от новеньких авто, Минтруда и соцразвития. Ведь они обслуживают самую уязвимую часть населения, пожилых людей, подчеркнул он. У нас по всей республике осталось отремонтировать только, насколько я знаю, это город Прохладный и Урванский район. Но если вот так вот говорить, что на следующий год мы попытаемся это сделать по поручению президента нашей республики, мы взяли с министром на контроль. Вы знаете, сегодня вручение этих автомашин к новым центрам, которые капитально отремонтированы, там есть чем гордиться и есть чему стремиться. Премьер поблагодарил и отделение пенсионного фонда, которое выделило на реализацию программы значительные средства. А руководитель профильного министерства заверил, целенаправленная работа будет продолжена и дальше. Для создания мобильных групп, которые позволят нам ускоренно, оперативно реагировать на все просьбы наших уважаемых ветеранов, пожилых граждан. Мобильные группы в этих учреждениях сформированы. Программа это будет иметь продолжение. Это поручение президента страны, поручение Арсенда Шеевича Домокова. Премьер вручил ключ от автомашин, шести «Жигулей» и двух «Газелей» новым хозяевам. Руководителям комплексных центров пожелал успехов на благородном поприще. Мне хочется поздравить всех жителей республики с наступающим Новым годом и поблагодарить наше правительство, Министерство труда за столь неожиданный и очень приятный подарок, который мы сегодня получили. В ближайшие два года планируется полностью завершить оснащение автотранспорта, мобильных бригад и в остальных комплексных центрах Минсоцтруда КБР. Сафар Гиреев, Анатолий Дереко. Вести Кабардино-Балкария. В Минтрансе КБР сегодня обсуждали вопросы о осуществлении пассажирских перевозок. В разговоре участвовали руководители транспортных предприятий, председательствовал глава ведомства Ануарби Суншев. В наступающем году контроль нужно усилить, а качество услуг повысить, заявил выступивший с основным докладом по итогам 2011-го замминистра Арсен Кудаев. Ключевые направления этой деятельности определены президентом и правительством Кабардино-Балкарии, напомнил он. Особое внимание, как и и прежде, будет уделяться выявлению и пресечению деятельности незаконных перевозчиков. Определена четкая черта между легитимными и нелегитимными перевозчиками. Информация по нелегитимным перевозчикам прорабатывается отделом контроля пассажирских перевозок, Министерством транспорта Габардино-Балкарской республики, совместно с заинтересованными ведомствами, как ГАИ, Ространснадзор, Автонадзор. Также обсуждена проблема безопасности самих транспортных средств. Обеспечить ее должна навигационная система ГЛОНАСС. Оснастить свой автопарк комплексами слежения обязали все предприятия, занимающиеся пассажирскими перевозками. Кабардино-Балкария вошла в число регионов с наиболее низким уровнем государственного долга, сообщила сегодня пресс-служба президента и правительства КБР. По состоянию на начало декабря республика находится на 13-м месте по уровню долговой нагрузки среди всех субъектов страны. Положительную тенденцию снижения бюджетных расходов на обслуживание госдолга отметил и министр финансов КБР Азрет Бишенов. Ежегодная экономия за последние пять лет в среднем составила 36 миллионов рублей. Добиться этого удалось за счет эффективной финансовой политики по управлению государственным долгом. Просроченная задолженность по долговым обязательствам отсутствует, сказал министр. Сельхоз новости. В республике продолжается реализация программы развития животноводства. В ее рамках летом этого года агрофирма «Новая Балкария» получила грант 100 миллионов рублей. Средства ушли на строительство комплексов и закупку крупного рогатого скота. Очередная партия коров молочной породы пришла совсем недавно и уже вполне освоилась. С подробностями Наталья Булат. Этим телятам неделя от роду, но их уже поселили пусть в небольшие, зато отдельные домики. Кормят исключительно витаминизированным кормом. К Новому году прибавление ожидают еще до 35 голов. Грант на разведение крупного рогатого скота «Новая Балкария» освоила практически в полном объеме. Первый корпус уже принял 160 коров. 97 голов. Это донное поголовье, 65 голов нетелей. Сейчас у нас нетели начали телиться и поступать уже в маточное поголовье. На сегодняшний день мы выдаиваем 15 литров на голову. Это 1500 литров в сутки мы отправляем. От ручного доения на комплексе ушли давно. Для этих целей используют аппараты итальянского производства. Оборудование установлено в отдельном помещении. При сборе молока применяется двойная фильтрация, чтобы очистить его от примесей. Оттуда поступает молоко с дозиметра. Он идет через счетчик. Вот здесь счетчик. Он здесь фильтруется и проходит туда, сразу к бочку. Сейчас на ферме ожидают поступления еще 230 нетелей из Кировской области. Специалисты говорят, они дают больше молока и устойчивы к нашему климату. Для животных уже подготовлен отдельный корпус. Ремонт еще одного заканчивают специально для обустройства своеобразного родильного отделения. Задача руководства комплекса – возродить былую славу Новой Балкарии как лидера терского района в животноводстве. Тут занятость населения, тут заработная плата. Хозяйство только стало на ноги становиться. Сейчас работает 40 летний период, около 60 человек. Они все получают заработную плату. Отчисление социального налога, НДФЛ, 10% остается в селу. Это очень хорошо. Поэтому, конечно, мы рады. В этом году перед терским районом стояла задача увеличить объемы инвестиций, расширить посевы овощных, а также дополнительно заложить многолетние насаждения. Похоже, с заданием руководство справляется на отлично. Наталья Булат, Адмир Сабанчи, Вести, Кабардино-Балкария. Проект «Куначество» вышел на межрегиональный уровень. В новом году в нем примут участие уже все республики Северного Кавказа. Реализуемый общественной организацией «Институт проблем молодежи» совместно с Госкомитетом по делам общественных и религиозных организаций он направлен на формирование культуры межнационального общения в молодежной среде. Проект «Куначество», который был запущен в 2010 году, стал одним из самых значимых в республике. Сначала в нем участвовали всего шесть семей. Постепенно их количество дошло до 14. В уходящем году кунаками стали не только кабардинские и балкарские семьи, а древние традиции кавказских народов вспомнили в соседних регионах. А в наступающем 2012 году к проекту намерены подключиться все республики округа. Кунаками станут уже 60 юношей от 14 до 16 лет. Судьба тех семей, которые в этом проекте... Основимой задачей проекта является формирование у участников проекта культуры. Мы, скажем, создали проект, запустили его, и нам, естественно, так радостно, что этот проект подхвачен очистленными организациями. Это говорит о том, что он популярен, он пользуется определенным спросом у населения. Пример взаимопроникновения разных культур, опробированный в нашей республике, уже переняли соседние регионы. В Ставропольском крае, Северной Осетии и Карачаево-Черкесской республике тоже запущены аналогичные проекты. В самом ближайшем будущем, по словам организаторов, программа может выйти и на федеральный уровень. Сегодня сотрудники Министерства по делам молодежи КБР и продюсерского центра по поддержке молодых талантов «Эмдрайв» отправились в селекционную коррекционную школу-интернат номер один селения Заюково. Чтобы удивить и порадовать ребятишек, в преддверии Нового года должностные лица выступили в другом, непривычном для себя амплуа. Какую роль сыграл глава Минмолодежи, мы расскажем прямо сейчас. Как выяснилось, вокальным и актерским талантом наделен не только министр по делам молодежи, но и большинство его подчиненных. Зачем кого-то привлекать, решил султан Хожирок, если мы сами можем праздник организовать и провести. Можно всегда просить артистов, люди, которые занимаются профессионально, просить, чтобы они ездили. Но, мне кажется, добро, оно должно делаться людьми. Если на нашем примере уже дальше, в следующем году, другие ведомства или организации то же самое возьмут, подготовят сказку, это праздник, пойдут в какой-то детдом, пойдут, я не знаю, там, малообеспеченным детям, школы-интернаты, тогда будет считаться, что мы делаем добро. Вы знаете, делать добро чужими руками, это немножко... Поэтому мы решили своими руками сегодня подарить праздник. Новогодние представления проходят в рамках всекавказской акции «Тепло Нового года», учрежденной полупредом Александром Хлопониным. Более сотни детей, воспитанников Заюковской коррекционной школы-интерната с ограниченными возможностями здоровья, сегодня получили подарки. На этом служба информации завершает свою работу. Напомним новости нашей программы также на сайте вести.кбр.ру. Ну а далее вас ждет прогноз погоды на завтра. Мы с вами прощаемся. До встречи. Внимание! В салонах Ленар Оптик скидка на коллекцию солнцезащитных очков и оптических оправ до 30%. Нальчик. Ногмова, 70. Пачева, 36. Империя стиля. Торжество новых тенденций мебельной моды. Ваша индивидуальность – наша работа. Салон Импера. Ногмова, 6. Здравствуйте. В предстоящие сутки на территории Республики станет холоднее, но без осадков. Ветер восточный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра штутного столба. В Зольском районе 2 градуса тепла. Ясная погода. В горах переменная облачность у подножия Эльбруса 2 градуса ниже нуля. В Тернаузе облачно с прояснениями. Столбики термометров приблизятся к отметке плюс 2. В Боксане, Чегеме и Нардкале без осадков, но местами облачно воздух прогреется до 6-7 градусов. В Прохладинском и Майском районах ясно – 3 градуса тепла. В Терском и Лискинском районах также сухо – плюс 2-3. В Черекском районе переменная облачность. Здесь около 6 градусов. В Нальчике облачно с прояснениями без осадков и плюс 7. На этом у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. В магазине «Уфис и дом» итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальня в московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова